Приветик. Ой, давайте поболтаем. Не знаю, у меня что-то захотелось поболтать. Как-то не знаю, что. Сейчас поройдёте в процессе. И я пока... Так, связь что-то бегает. Попишу тему. Я и порослю. Как у вас настроение? Проживаете ли вы свои чувства? Сейчас вышла на улицу. Снег хлопьями идёт такой, прям клоснючий. Аж волосы намокли. И обычно у меня снег. Это как краб на горе свистнул. Типа нереально становится реальным. О, снег пошёл. Привет, привет. Каждое утро с тобой, онлайн, либо в записи. Даже зубы ещё не чистила. Прикольно. Ну, давай, смотри, эфир, чисти зубки. Я после улицы чуть-чуть только это подзамёрзла, в корточке ещё сижу. Машу вам, машу вам. Привет, привет. Я даже всем помахала. Расскажите, как у вас состояние, чем занимаетесь в самоизоляции. Делаете ли вы рефлексию? Очень классная, полезная штука. Мне даже муж занялся рефлексией. Такой, Нелли, расскажи, что такое рефлексия. Я говорю, ну, смотри. Канал рефлексии вообще чудотворный просто. Я проведу эфир, а потом куча народу рассказывает, что осознали. И так каждого послушаешь, ещё больше инсайтов. Прямо в моей голове шестерёнки начинают крутиться. Отслеживаю бедность себе, отмечая всё, в чем бедна. Класс. И в чём бедна? Ну-ка, расскажи, с нами поделись. Что-то мне в первый раз захотелось всем помахать. Я пробую чувствовать. Просто чувствовать. Привет, привет. Ой, сколько народу сразу. Классно. Я могу просто на вас смотреть. Дмитрий, приветища. Столько лайков от того, что я просто молчу. Тоже прикольно. Обычно я очень много говорю. А сейчас бы вас послушала. Как у вас настроение? Чем занимаетесь? Что проживаете? Какие чувства? Что наблюдаете в себе? Как они меняются? Холодно? Ну, я просто с Олей-то сейчас зашла. Буквально вот чуть-чуть согреюсь. А я проживаю в женственности, в эмоциях, в комфорте, в сексуальности, в проявлении, в здоровье, во всём. Классно. Эх, вовремя заглянула в телефон. Я даже помахаю. Так, что-то я переключила. Вот, мне не туда нажало. А я радуюсь. А я уже несколько дней, всё спокойно и легко. О, видите, как классно. Паника начинает заканчиваться. Сразу вовне всё поменяется. Сегодня чувство тишины, спокойствия, одиночества. О, классно. Принимаю, чувствую свой гнев, потому что колени болят. Видимо, себя хочу на колени поставить. Наблюдай, наблюдай, боль свою наблюдай тоже. Вот прям погнивайся от души. Гуляю в лесу. О, классно, в лесу гуляют люди. На горе Бештау. Кайфую, классно. Тебя слушаю, переслушиваю, пишу, учусь, расширяюсь. Сегодня поеду к свекрови, понаблюдать себе чувство отвращения. Прикольно вы себе. Как классно творить это. Сначала не хотела, но хочу пережить это чувство. Да ты уже можешь его прям сейчас представить и прям пережить. Приедешь к свекрови, охренеешь, что не встретится тебе это чувство отвращения. Такая любовь пойдёт к свекрови, она прям тебя залюбит. Начни это сейчас внутри проживать. Как проживать? Просто наблюдать вот это вот отвращение в себе. Блин, это моё чувство, это я, блин, чувство отвращения, это моё, это в моём теле. Я прям его чувствую, я наблюдаю. И под наблюдением это отвращение начинает перерастать в новое качество. Целостность приобретается противоположным. И ты увидишь, как поменяются твои чувства. И материальная действительность. Просто интересно же понаблюдать, как поменяется, когда ты всю кровь приедешь. Очень круто. А я принимаю свою безответственность, лень. Потянула дома убраться. Видите, моментально, да, я принимаю свою лень, я ничего не хочу делать, я такая ленивая, тянет убираться. Трансформация мгновенно, классно. И ничего не надо копаться сейчас в мозгах. Вот просто с чувствами поработали. Это так офигенно. Я, кстати, вчера разбирала герпесы, разбирала всякие высыпания, зуд, сыпь. Просто вопросы были такие. И девочки на рефлексии с герпесом ещё видяшку выкладывала, высыпала. И мне что-то захотелось разобраться с этим. Там бородавки, любые прыщи и так далее. Начала рассуждать. Потом залезла в психосоматику и офигела от того, что я её не читала. О том, что там то же самое написано. Мои слова просто книжки переписали моими словами. Я просто офигела. И тут мне Оля говорит. Анелли, я вчера прямой эфир вела с братом. И мы тоже разбирали именно эти темы. Вот это синхрон. Короче, у кого герпесы, у кого высыпания на коже, у кого там прыщи, это завершающая стадия. То есть те чувства, которые были подавлены, вы наконец-то себе разрешили. И вот они просто вышли наружу. Это всё значит, ну, вы это признали, вы это приняли. На материальной действительности это просто вышло наружу. Классно, кайфуючо от того, что у вас герпес. Значит, вы решили. Это завершающая стадия вашей болезни внутренней, которую подавляли. Это очень классно. Например, если вы, если генитальный герпес, к примеру, да, подавляли там свою сексуальность, секс, страх у вас был, не могли раскрепоститься. И тут, короче, там дождались парня с армии, или наконец-то им занялись этим сексом. Или приняли свою сексуальность, а до этого на себя в зеркале не могли смотреть. То это просто как завершающая стадия, герпес может вылезти там, и у вас, например, его не было долго, этого секса. Или не могли расслабиться, а то взяли и расслабились. Это просто вы, наконец-то, приняли эти чувства. Ну да, ну да, я вот подавляла, да, я не давала это себе, вот дала. И это вылезло, это хорошо, это конец. То есть вы признались себе этому, вы разрешили себе этому быть. Вот, поэтому это хорошо. На губах там, допустим, герпес, это также подавленные ваши чувства. Бородавки это подавленный негатив, в первую очередь, когда просто ты берёшь и не разрешаешь себе чувствовать. Так что, ребята, вы помните, я ещё вчера говорила, у меня лоб, блин, чешется, вот это вот всё. Я начала же принимать, плакать, и у меня вот всё полезло, вот этот зуд, блин, это же круто, это завершающая стадия, так что, блин, радуемся своим прыщам, керпесу. И всё, что вылезло, потому что это сейчас очень быстро пройдёт, как только вы осознаете. В точку попали, да, осознали, что вы в себе подавляли, и тут наконец-то себе разрешили, вот это сразу пройдёт во внешнем, то есть высыпание на теле – это конец вашим страданиям, подавленным чувствам. Это классно. Расскажи, как дела в Абхазии в центре твоей подружки. Ой, я, честно говоря, не знаю сейчас, Олеся туда уехала, и они там строятся. Я знаю, что в Абхазии будет, сколько там, Олеся, 10 гектаров, что ли, земли купила. Она хочет там построить гостиницы для приезжих. Там будут бассейны, там будет много животных, растения с разных стран, пальмы, балийский такой уголок, страусы будут, всякие зайцы, не знаю насчёт курочек, ну, в общем, будет много животных, и это будут инсталляции различные, красивые там каменные сооружения, типа вот, ну, в общем, инсталляции, я даже не знаю, по-другому назвать, не памятники, а какие-то красивые фигуры, и это будет такой огромный большой оазис, комплекс для туристов, потому что Оля там, ой, Оля, Олеся сказала, что заключает контракты с турагентствами, которые возят в Абхазию людей, чтобы они к ним тоже в оазис заезжали, кайфовали, и там же будут курсы проводиться. Я думаю, что на лето, когда они там оборудуют всё, я приеду, не знаю, закончат они к этому лету, но это неважно, в общем, будет, всё будет. Она там такое сделала, ну, на бумаге проекта, она ещё архитектор, этот проект уже утверждается, блин, классно. И она рассказывала, как она зимой, буквально на Новый год, когда поехала в Абхазию к Наташе, Наташа там своя гостиница, вот она с ней даёт, там с девочкой мутит, крутит, на Новый год они сидели, праздновали Новый год, и ей торкнуло, а не переехать ли мне в Абхазию? И Наташа говорит, давай переезжай, давай что-нибудь замутим. Олеся, вот бы землю тут купить. Через неделю у неё была купленная земля, без денег. Я не знаю, она говорит, откуда-то там нарыла денег, какую-то небольшую часть и купила. Остальное она там будет отдавать, ну, как сможет. Я вообще офигела просто. И почти даром ещё купила, там, 10 гектаров или больше даже. Вот она купила, блин, за такие копейки, 1800 что ли, я не знаю. Я вообще вот реально в шоке была. И у неё вот прям очень быстро это вот всё происходит. Потому что нет препятствий в голове. Хочу, вижу, знаю, это будет. И вот эти вот шаблоны, а вдруг не получится, там, а вдруг денег не хватит, а вдруг то, а вдруг всё. Она тут же трансформировала моментом. Всё вот, ну, блин, раки эти в башке убрала через трансформацию. И у неё прям всё как по маслу идёт. Ну, она её от этого прёт, она чувствует кайф от этого. Её прёт вот прям в потоке. Вот такой вот будет центр. Снег это где? Ну, вот в Москве у меня тут за окном хлопьями. Не знаю, как у вас. У нас тут прям, блин, снежинки вот такие с ладонь огромные. У меня день рождения, обстановочка по кайфу. Ой, Алина, поздравляю тебя с днём рождения, классненько. Оторвись сегодня сама с собой. Что является противоположным чувством стыда? Ну, стыд – это страх снять маски и быть естественным. Поэтому тебе не надо искать там противоположность стыда. Ты просто чувствуешь твой стыд. Что я чувствую, что я хочу? Стыд – это вот то, что я вижу свои маски, в которых я сижу. Ну, ты начнёшь чувствовать, ты поймёшь. Этот стыд трансформируется. Тебе захочется их снять. Тебе захочется рассказать саму себе в зеркало, что, блин, на самом деле является тобой. Какая ты на самом деле. Ты не только одна часть, да, ручки. Ты не только вот хорошая, но в тебе есть и противоположная. А оно нейтрально. И то, и то оно является целым. А мы всё время хотим казаться вот только вот этой вот стороной. А вот это вот подавили все наши чувства. Не могу новое, третье, общее чувство тревоги и спокойствия. Так и сижу, переживаю чувства тревоги. Ничего не надо находить. Позволь этому чувству тревоги быть в тебе. Это твоё чувство. И просто наблюдай за ним. Как только ты наблюдаешь за своим чувством, ты начинаешь видеть в тревоге совсем другие вещи. Когда вы наблюдаете здесь сейчас, что вы чувствуете и позволяете этому быть, перестать это подавлять, ну да, это есть, это же во мне есть, куда я это делаю. Я могу только подавить и наделить этими чувствами всех людей, которые мне всё время будут это зеркалить, показывать, всё время мне говорить, да, да, да. Ты такой, ну, нет, это ты такой, это не я. Ну, как только вы признали в себе, да, я, блин, тревожный человек, ну, переживаю я, ну, люблю я переживать. Ну, нормально это, хорошо. Начните переживать, и вы увидите, как вам от этого так спокойно станет. Но когда вы начнёте... Это не объяснить словами, это просто надо наблюдать. Подскажи, как только что-то понимаю, становится неинтересно, классно. Как только я что-то поняла, мне вообще это не то, что там неинтересно, я уже не помню. Я уже иду в новое. Мы ведь такие. Ещё новое, бесконечно. От этого мир не меняется, ведь не делаю практику, что мне принять, не въеду. Чувства свои наблюдать, принимать вот всё, что вы сейчас чувствуете, не гасить, а наблюдать. Да, я такая, признать себе это. Да, я чувствую... Хрень какую-то сейчас. Да, я чувствую подавленность, я подавляю себя. Но как только вы наблюдаете свою подавленность, вы уже априори себя не подавляете, потому что вы уже наблюдаете, и подавленности уже нет. Как только вы обратили внимание на свою подавленность, то что вы подавляете свои чувства, то есть не хотите их разглядывать, видеть, но как только вы обратили внимание на них, вы же уже разглядываете, вы же уже видите, вы уже не подавляете. Автоматически подавленности становится... Становится ничем, оно становится всем, оно становится наблюдением, оно становится неподавленностью, то есть автоматом, я подавил в себе что-то, чувствую подавление, как оно может быть подавленным, если вы уже его разглядываете, ну оно уже не может быть таким, но меняется, любое чувство меняется, если вы чувствуете злость, наблюдайте за своей злостью, вы увидите, блин, какая-то офигенная штука, вы увидите в ней столько силы, как ее применять, каждое чувство это ключ от вас, просто мы не привыкли жить сердцем сейчас, чувствовать, мы привыкли анализировать, если вы ум отключили, просто, ну да, мое, наблюдали, тогда приходит принятие, принять умом, анализом невозможно, переживаю чувство страха, чувствую, как все сковало, тревога, паника, проживаю весь день, посмотрим, что получится, интересно, да, очень интересно, что получится, потому что я тоже немного на днях переживала такое, и увидела там вообще просто кайф, как такой, у меня словарный запас почему-то закончился, блин, помните, недавно говорила, у меня только кайф, клево, круто, не все, больше слов не знаю, потому что даже словами не хочется уже ничего называть, хочется просто чувствовать, и вот, ну, не анализировать и не подгонять в рамки свои чувства каких-то там слов обозначений, старых шаблонов, хочется просто, блин, наблюдать, я чувствую, а когда вы чувствуете и наблюдаете, вы здесь сейчас находитесь, это то чувство здесь и сейчас, которое вам никогда не подвластно, но наблюдая, вы осознаете, блин, я все время нахожусь здесь сейчас, я все время есть, а если вы все время есть, то ваш почтальон уже, который вышел со всеми вашими желаниями, он до вас донесет их, когда вы есть здесь сейчас, когда вы не в моменте находитесь, а там в думках о прошлом и будущем, то вас нет, посылку передать некому, желания нифига не исполняются. Привет, Нелли, привет, класс, у меня все выходит. Тело бросить курить не потому, что я так хочу, а потому, что модно вести здоровый образ жизни, передумала, мне нравится, мне это пока нужно, пропало чувство вины за это. И самое, что интересно, когда вы признаетесь себе в этом, будете курить, вам скоро не захочется это делать, просто не захочется. Как только вы будете наблюдать за своим курением, разрешите себе это делать, перестанете бороться. Помните мое видео про курение, когда я рассказывала, что чем больше вы пытаетесь бросить курить, тем сильнее на этом завязаны, вот прям, ну не оторваться. Каждый раз бросая курить, вы подтверждаете себе, что это невозможно, ваш шаблон укореняется настолько, что, ну, уже вас не отпускает, вы, ну, не можете никак бросить курить. Чем больше борьбы и попыток это сделать, тем меньше шансов это сделать. Ну, как только вы себе разрешите курить и просто будете курить, вспомните Алана Карра, да, «Легкий способ бросить курить», как он говорит, «Курите даже во время чтения моей книжки, курите даже во время просмотра фильма, просто курите, пока вы сейчас бросаете курить вместе со мной, курите, 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 не бросайте». Весь же смысл, он же гениальный человек. Ну, мы все гениальнее, ну, блин, просто такой кайф словил от себя, наверное, он просто такую открыл Америку классную. Это, ну, реально так. Как только вы себе это позволяете, вам это уже не нужно будет скоро. Вы же не будете этим пользоваться, всё, что подавили, вы разрешаете, всё, что разрешено, уже не надо, мы идём дальше. Капец, я обнаружила в себе столько чувств, долго, чувство вины, элементарно в магазин зашла, воспользоваться терминалом, чувство, что должна чё-то купить у них обязательно. Офигеть, Куролайн, ты даёшь. Классно, давай, проживай. Ну, вины, это чувство вины, это когда хочется винить себя. А винить себя – это маски снимать, рассказывать себе, какой ты настоящий козёл, какой ты настоящий плохой, Петрушка. Вот, повини себя. И как раз это долг в себя вини. Чувство долга и чувство вины. У тебя долг себе, блин, себя обвинить, снять маски и рассказать тебе какой-то целый и настоящий. И тогда вот эта вот целостность двух противоположностей, она схлопывается моментально, ну, при наблюдении. Вот это и есть сила любви, тотальная сила любви к себе. Любить себя, наблюдать за собой, за своими чувствами, принимать их любыми, какими они есть. Они просто есть, и всё. И что с ними бороться? Всё, что мы подавляем, нас всё бьёт по башке всё время. Вот бесконечно, это вот пружину натягиваем, а она всё время выстреливает и бьёт нас. Привет, Нилю, у меня как раз вылез герпес, и я не могла понять, почему, а ты тут рассказываешь про него. Благодарю. О, видите, ваше желание через меня всё время сбывается. Классно. Я-то думаю, почему мне несколько дней бил зуд, ноги чесались. Благодарю, вот, классно. Выходит, выходит ваше подавление. Тень, бесстыдство, раскрепощенность. А, Тань, Тань, бесстыдство, раскрепощенность. Наблюдаем. У нас тоже снег и сильный ветер. Ветра вообще нет, вот, просто вот, я вышла, тишь да гладь. Видите, мы в разных реальностях живём. И такие прям снежинки огромные, такие красивые. Я прям наблюдала, стояла, жму лосы на воду. Привыкли задавать вопросы кому-то, а не себе. Да, наблюдаем то, что да, я привык задавать вопросы кому-то. Да, я такой. Я задаю вопросы другим. Ну, такой я. Ну, нормально с этим всё. Мы не боремся с этим. Окей, я разрешаю себе задавать вопросы. Но как только вы разрешите себе, вы будете и себе задавать, и другим. И ничего ни в том, ни в другом, ни плохого, ни хорошего. Мы себя познаём через внешний мир, глаза наружу, внутрь. Поэтому всё хорошо с этим. Зачем бороться? Тоже в тревоге нахожусь, наблюдаю. Классно. По какому поводу тревога? Ну, тоже наблюдай. Добрый день, можно же вопрос? Так, зачем вы говорите всегда слово «можно», спрашиваете разрешение? Ну, вы боги-творцы, блин, вы только есть у себя, и больше никого вокруг, наделённые персонажи вашими чувствами. Просто есть вопрос. Дальше после «можно» вы всегда задаёте этот вопрос. Ребята, ну, уберите слово «можно» уже из вашего лексикона. Что такое профессионализм и непрофессионализм? Это одно и то же. Профессионализм в непрофессионализме. И непрофессионализм в профессионализме. Знаете, почему? Профессионализм – это когда ты профи, когда ты уникально что-то делаешь. Правильно? Профессионализм. Когда ты делаешь своё всё. Но профессионализм обретает общее такое понятие, шаблонное, что все одинаково это умеют делать. Но вы-то, если делать уникальные, то вы точно профи. Если вы уже делаете, как кто-то другой, вы тоже профи, но не такой крутой профи. То есть профи, он уникальный. Поэтому профессионализм в непрофессионализме. Я делаю что-то такое крутое и уникальное не как все. Понимаете? Я вот понимаю. Я очень понимаю. Не знаю, вы поняли или нет. Профессионализм и непрофессионализм. Профессионализм и непрофессионализм. Потому что, ещё раз, что такое понятие профессионализма? Это когда ты круто что-то делаешь, очень круто, вот прям капец, профи в этом. Но если ты это делаешь уникально, то ты уже профессионал в непрофессиональности, потому что просто профессионализм — это какое-то общее шаблонное понятие, одинаковость. А непрофессионал — это тот, кто делает что-то, блин, своё, уникальное. И в этом он и как раз и профи. Я, наверное, запудрила вам мозги, и мой инопланетянский язык не все понимают. Но я, блин, схлопываю, у меня вот моментально просто новая третья приходит вот сразу. Я никогда не думаю об этом. Да, я, кстати, поняла, я вообще никогда не думаю. Я сразу считываю просто инфу. Ну вот, блядь, откуда. Не знаю. А мне наоборот. Курила 15 лет. Бросила, потому что захотела. Год не курю. Но иногда так хочется, курю и плохо. Но всё равно хочется. Почему? Ну, потому что запретный плод сладок. Но разрешите себе. Разрешите себе курить. Но как только вы себя разрушаете, курить вам не захочется. Нелли, спасибо за всё. Поняла про маски и изобилие. Классно видеть, что у многих осознание и принятие. Значит, скоро и я осознаю. Да, ваш почтальон уже к вам стучится. Но чтобы вам осознать, вам просто нужно наблюдать за собой. Что вы сейчас чувствуете? Вам день, два, три понаблюдать и всё. И как бы вот этот мозг хакнется у вас, вскроется. Вы осознаете. Дайте себе несколько дней наблюдать за собой. И тогда на вас будут смотреть и херевать. Блин, нифига он просветлённый. Нифига он, блин, офигеть какой осознанный. И на вас будут так смотреть. Ну, вам нужно какое-то время. Ну, дайте себе несколько дней. Вот, блин, у нас сейчас коронавирус. Это же вообще, это просто клад. Какой вирус мы классно для себя создали. Специально для того, чтобы одеть эти маски. И увидеть, как нам некомфортно ходить в масках. Заперли себе домой, чтобы увидеть, как нам некомфортно в своём комфорте дома. Мы всегда мечтали об этом комфорте. И не видели, блин, дальше своего носа. То, что, блин, посмотрите, в мире сколько всего классно. Нам, блин, дома комфортно. Я так ненавижу вот это вот всё. Я хочу вот дома побыть. А вот времени нет, времени нет. Ну, побыли вы дома. Ни хера вы не хотите дома сидеть на самом деле. Ну, признайтесь. Каждый раз что-то хотим, чего нет. И получаем это. И опять нам не нравится. Ну, такие мы, да, признаёмся в этом. Это на Дальнем Востоке снег и метелище. А, на Дальнем Востоке. Ура! Я пристроила своё чувство вины, а то нету, нету. Это опять я, Оксаночка Лузина. Так, скажи, если мне становится неинтересно, и я не делаю практики. Какие практики? Я никаких практик тоже не делаю. Вы о чём? То я испытываю вину за то, что я ни хрена не делаю. Получается, мне именно надо это принять. Правильно? Ну, да. Примите, что вы ничего не делаете. Когда вы начнёте наблюдать за тем, что вы ничего не делаете, вы поймёте, что вы пипец, сколько всего делаете. Ваш мозг работает. Вы сидите, вы делаете. Вы что-то делаете. Я делаю ничего, но ничего это уже тоже что-то. Я стою, я лежу, я сплю, я думаю, я говорю, я слышу, я вижу. Вы столько всего делаете, вы не можете ничего не делать. Если вы рассмотрите это чувство, наблюдать свое чувство, ничего не делания, то увидите там просто пипец, столько дел. И перестанете уже там сливаться. Привет, а у нас лето в Алматы. Я вышла, позагорала. Классно уже. В реальности какие разные. Общаешься так прикольно, у кого что. Можно, можно. Так, кстати, классное чувство. Здесь сейчас без ожидания. Исполняется по щелчку любое желание. Без ожидания совсем неожиданно. Да-да-да, вот тебе и схлопнулись две дуальности. Поняла. Так, спасибо огромное, столько дней в этом вопросе профессионализма. Че, Зуль, реально поняла, да? Ты меня поняла? Мой наплантянский язык. Классно. То, что нужно профессионализм сегодня. Понимаю, я не профессионал. Мы уникальны. Зачем нам быть профессионалом в непрофессиональности этой? Потому что, ну, профессионализм, он нифига не профессиональный, блин. Потому что там уникальности нету. Это шаблонное понятие общее, да? Я лучше буду непрофессионалом. Но я буду уникальным профессионалом. Так. У меня тоже вчера начался зуд в пальцах рук. Как раз вчера еще зуд на руках. Это как раз завершение, блин, вот этих внутренних подавленных чувств. Чего-то делать, не делать, наблюдать, не наблюдать. Все вот это подавляли, а на руках вылазит. На ногах это вот идти, не идти, думать, не думать. Ноги это про будущее, руки это про делать. Расскажи про наполнение. Что? Это как? Это ведь только наполненность дает все изобилие. Мы наполняемся чувствами. Мы сейчас ходим, как роботы, пустые. В мыслях о прошлом, о будущем, о всякой фигне, которая на самом деле не фигня, а все просто ваше, ненаблюдаемое. Вот. Но как только вы здесь сейчас находитесь и наблюдаете за своими чувствами, вы видите эту наполненность этими чувствами, вы себя наполняете. Вот эта энергия, это чувства, которые и материализуются вовне. И вы их наблюдаете, целые букеты, принимая все, вы так и наполняетесь. А по-другому как вы наполнитесь? Непроявленное вы, это чувства ваши. А проявленное это вот весь мир, это уплотненная форма ваших чувств. Все вот так просто, блин, гениально, под носом лежит. Вчера была на сухом голоде. Да, Марина, я читала вчера тебя, помню. И поставила на стол кружку с водой, сказала себе, что я могу выпить эту воду в любой момент. Класс, пить не хотелось. Прикольно. Вот это эксперименты. Карантин, это вообще смех. У меня на районе ночью люди гуляют с собаками, хотя после семи нельзя, пишут. Мало того, что люди гуляют с собаками. У меня клиники работают. Я в клинику сейчас поеду делать наконец-то нос. Эту внутреннюю перекоротку. Потому что время пришло, я задышала полной грудью. Материализация случайно так случилась. Я их вообще неожиданно не ожидала. Вот, еду делать нос. Это, ну, блин, настолько мои чувства наконец-то вот этого полного дыхания жизненного во мне изливаются, что материализуется, что сейчас вот прям реально на физическом плане у меня будет дышать нос. Бля, это вообще офигеть просто. У меня работают клиники, у меня работают парикмахеры, у меня работают массажисты, которые к нам приходят. У нас весь мир работает. У нас с Олей любое желание. Люди приезжают или мы ездим на машине каждый день. И Оля вчера везде гуляла и на машине ездила. Короче, у нас нету карантина. В центре Москвы нету. Все хорошо. У всех разная реальность. Зеркала тоже в определенный период жизни разные. А потом меняются на другие микки-маусы. Значит, я прошла опыт. Но это вы меняетесь. Вы всегда чувствуете себя и свои чувства, которые в данный момент либо подавили, либо не хотите в себе разглядеть. То есть все то, что мы в себе никак не можем разглядеть, мы наделяем всех. Конечно, вы меняетесь. Жизнь, она же, блин, не стоит на месте. Поэтому мы всегда наблюдаем здесь сейчас что-то новое. А я кайфую от того, что дома сижу. Признала себе в этом, что без чувства того, что надо что-то делать. Сижу, балдею. Ну да, классно. Причем ты, когда начинаешь наблюдать, что ты ничего не делаешь, кайфуешь. Тебе захочется дома такую красоту навести, картины рисовать, уборки сделать, еще что-то. И тебе этот процесс самое, что интересно будет, нравится. Не просто будешь это делать без чувства. Блин, надо убраться. Какая грязюка. А потому что тебе по кайфу будет. И потом будешь наслаждаться этим кайфом. Прости, что достала вопросами. Опять прости. Так, давайте без прости и можно. Я вину испытываю сейчас, что полностью согласна с принятием чувств. Но, блин, заставить я это делать не могу. Ведь я уже поняла весь секрет. Мне интересно. Ну, хорошо. Живи, как раньше жила, если у тебя получится. Признай себе. Окей. Я не хочу исполнять желание. Я не хочу чувствовать. Я хочу продолжать быть роботом. Я хочу продолжать жить в будущем. Я не хочу продолжать жить классно. Офигенно кайфом. Ну, вот хочу вариться в старой своей каше. Почему-то, которая мне интереснее нового. Фиг его знает. Я этого еще не пробовала, но мне уже не интересно. А вот чем я раньше занималась, какой-то херней, короче, мне это еще продолжает интересно. Да, вот наблюдайте за этим процессом. И увидите вот этот весь абсурд, что мы сейчас написали. А если зуд, спина, живот? Все, это концовочка ваша. То есть вы свои чувства подавлены начинаете наружу вытаскивать. Поэтому, про зуд вот вначале говорила. Неважно, зуд, какие-то высыпания, герпес, да что угодно. Связанное с кожей. Это то, что вы подавляли, оно выходит. Есть хроническое, есть не хроническое, одноразовое. Хроническое, это когда вы постоянно подавляете одно чувство. И вот прям, ну никак его принять не можете. И тут оно вылезло. Вам его нужно допринять, если хроническое. Если одноразовое, отлично, вы уже это сделали. Это уже завершение стадии того, что вы уже разрешили себе что-то. Герпес, это еще стадия разрешения конфликта расставания. Это может любой повод быть. Причем именно подавленные чувства вылазят. И у каждого свои чувства, естественно. Здесь нет шаблона конкретно то, что вот я подавляла там секс. У одного человека это секс. У другого там просто самосексуальность. У третьего подавленное чувство какого-то гнева и негатива обвинений мужчин. Но если обычно у женщин герпес, то все связано с мужчинами и сексом. Подавление того, что блин, мужики козлы. Вот герпес, пожалуйста. Или мужики они все вот такие вот там наивные. Или там еще какие-то, не знаю. Или глупые. Или они такие безбашенные, как мы, женщины. То есть вот общее мнение мужчины, а конкретно мужчины, вот это вот все, если ты принимаешь, он может выскочить этот герпес. Все нормально с ним. 85% людей являются носителями герпеса. И из этих 85%, наверное, процентов 60-70, никогда его не видели в теле вообще. Он просто не в проявленном состоянии. Спит. Спит. Раздражает холодные ноги у меня. Никак не осознаю, почему. У меня всегда холодные ноги не раздражают в холодныхках, чудотворных. В тепленьких. Раньше гложила то, что надо бы сходить куда-то погулять, вылезти из четырех стен. А сейчас официально можно сидеть дома. Наслаждаемся, Олечка. Специально для себя создала насладиться, наконец-то. Разрешить себе, блин, насладиться. Ничего не делали. Это же такое классное чувство. А если человек ходит весь в коростах? Ну, если он долго ходит в коростах, то он чувство это наружу выпустил, но не признаёт. То есть он ходит в подавленных чувствах, которые он выпустил уже на тело для того, чтобы, блин, увидеть это, разглядеть. И, наконец-то, себе их разрешить. Так же, как и с водой, я бросила курить. О, классно. Подтверждение какое. Или когда уже знаешь, что встретишь скоро родного человека. А, это про Герпин, да, мы продолжаем вопрос. А я обратила внимание в себя и поняла, что чувствую, как будто душу себя. Начала наблюдать, и оно растворилось. Да ты потому, что бескрайняя душа. Классно. Я сегодня присутствие и отсутствие разбирала. И одновременно и присутствую, и здесь, и отсутствую где-то. Это одно и то же. Мы всю жизнь находимся в отсутствующем состоянии в себе. Но мы при этом всегда в себе присутствуем. Но не наблюдаем это присутствие, поэтому всегда отсутствуем. Всё классно, то есть разложила. Вообще отлично. А, разложила Карла, да? А я работаю и хожу на тренировку, гулять. Сегодня придёт мой парикмахер, покрасит меня, я в Одессе. О, видите, у нас нет запретов. Но всё хорошо. Ой, я перестановку замутила уже. И теперь ещё большой кайф. О, мамусечек, приветик, приветик, ты меня смотришь. Как у вас там в Краснодаре дела? Напиши мне хоть, что творишь. О, значит, я тоже сделаю нос. Классно. У меня тоже перегородка и тело, как у тебя. Стукнулась и синяк. Я прям чувствую. Это вот я не планировала, я не собиралась. Просто так случилось, что попадаю к доктору и просто начинаю делать. Вот случайно. Ну, якобы. Поняла, спасибо, дорогая. Надо было эти слова услышать. Они нужны, благодарю, привет. Ответила на вопрос. А если я требую, какие могут быть чувства? Это Элли или что? Что ты требуешь? Ну, поподробнее. Я вот требую. Что требую? Я требую, я требую. Дайте мне кашу. Мама бы сейчас вспомнила моя. Мам, помнишь, да? Папаша, кашу! Я маленькая сидела и когда увидела, что... Ну, папа долго варил кашу, а я кушать хотела. И я взяла тарелку, била ложка, короче, по тарелке, кричала, папаша, кашу! Папаша, кашу! Хотя я была маленькая, еще даже не выговаривала эти слова. Мам, сколько мне там было, не помню. И я увидела, как мама с папой заливались просто под столом от смеха. Ну, я увидела то, что моим родакам, ну, очень нержачно просто. Я в садике маленькая. Я это поняла. И каждый раз я разыгрывала концерт, когда приходили гости, когда я брала ложку и кричала, папаша, кашу, папаша, кашу! Вот. И гости ухатывались. Я, наверное, их год так развлекала. Я, прикиньте, допетрила, малая, что как бы взрослые ржут. И я знала, как их развеселить. А вы что там требуете? То есть я требовала для веселья. Я просто пример даю. Благодарю, милая, лучики тепла из Крыма, обожаю. А я, лучики тепла из Москвы. Кстати, у нас солнце, прикиньте, сейчас только что валил снег, ну, и такая вот дымка была. Такое вот туманное состояние на улице, солнца нету. Ну, в Москве всегда такой смог. И сейчас такое солнце палит, вот прям аж вышло. Я офигела. Вот эта реальность меняется. Кристина, привет! Я хочу тебя отблагодарить. Сейчас хоть хочу ресурсом. И мое желание поспособствовать продвижению твоей информации в уникальности. Благодарю, что у меня есть то, зачем я к тебе приходила. Кристина, я все время тебя читаю, но потом в эфир, когда попросишься, я тебя добавлю. Ну, ты что, в последнее время не просишься? Пообщаемся. Так, моя реальность, моя истина. Да-да-да! Как присоединиться в ваши чаты? Ссылочка в меню, в профиль посмотрите, там менюшка. Открываете ссылочку, тап-линк. И там каналы. То есть прям на картинку нажимаете или под ней написано там чат, телеграм, МЖ, канал. Вот канал Творение Реальности, который самый первый идет после наших фоток с Олесей. Там собраны все ссылки на все, потому что здесь в менюшке тоже все ссылки, но не все. Там не хватает, ну, некоторых. А на моем канале вообще все собрано, все анонсы и так далее. А, вон, уже за меня все ответили, что это я так рассказываю. Не занимаюсь спортом год. Я тоже. Выгляжу хорошо. И виню себя, гоню в спортзале. Я призналась, что я ни хрена не занимаюсь спортом. И вообще не виню себя. Боюсь потерять форму. Но вот когда вы боитесь потерять форму, вы как раз и потеряете ее. Фокус внимания на потере. И вы поэтому ее будете сейчас старательно-старательно терять. С любовью. Смотрю на себя в зеркало и говорю, кайф от себя. Мало кому дано в таком ритме так выглядеть. Ну вот, виню себя, да. Я виню себя, при этом вы что-то чувствуете, но не понимаете, что. А вы к зеркалу подойдите, обвините себя. Ну, снимите эти маски. Это вот то, что я сейчас увидела. А зубы, что это значит? Думала раздражение. Нет, не принимаю. Ну, делу что ли. Не знаю. Вот все, что на ум приходит. Вот что чувствуете, когда у вас больные зубы? У вас паника на самом деле. Вы чувствуете разрушение, да, зуба. И вам некомфортно. Вы чувствуете подавленность тоже. Это я свои чувства рассказываю, да. Что, когда еще на зубы свои смотрю. Что я чувствую. Не хочется их сделать. А если я их сделаю, что как я буду себя чувствовать? Да, блин, никак не буду себя чувствовать. Я на них даже не обращу внимания. Тогда возвращаемся обратно. Что я чувствую сейчас? То есть панику надо наблюдать. Раздражение нужно наблюдать. Подавленность нужно наблюдать. Не могу переварить вот это. Смотрю на себя в зеркале и чувствую, блин, ну, переварить не могу. Аж прям, ну, блин, мне хочется ровные, белые, там, идеальные зубы. Вот чувство такое. Вот надо его наблюдать. А переварить или переживать? Да, чувство переживания. Ну, а зубы, кстати, к зубу сживания. Ну, да, блин, дошло. То есть вот это вот переживание нужно принять. То, что да, есть во мне это чувство и наблюдать за ним. Во что оно трансформируется под наблюдением. И плюс вы внимание себе хотите дать. Вот кто-то написал внимание. Так, внимание требую. Но себе пытаюсь дать внимание, наблюдая за чувствами. Смотрите, вы копили вот это вот подавление вот этих чувств. Просто годами вы столько этого всего подавляли. И вы хотите, ну, там, за час все проблемы решить. Хакнуть, конечно, получится. Но за 3-4 дня точно получится, если вы будете здесь сейчас. Но если вы за эти 3-4 дня здесь сейчас всего там от силы час находитесь, да, ну, тогда вам придется растянуть это время наблюдения, чтобы хакнуть свой мозг и, ну, вообще себя хакнуть. И переформатировать полностью в любовь. Просто все зависит. Если вот вы прям 2-3 дня понаблюдаете все время в себе, отключите там свой интернет этот, отключите, вообще все отключите. Изолируйте себя по максимуму, выхакните себя. Но если вы отвлекаетесь, да, ну, вам придется подольше понаблюдать за собой. Давайте вот, вы сейчас знаете вот эту информацию. Неделю никого не спрашивайте, меня не спрашивайте, не доколебывайте никого. Вы же еще, блин, не попробовали, а уже опять 500 вопросов. А вот у меня не решилось, а вот у меня не получается, а вот деньги не пришли, а ничего не меняется. Ну, так вы еще этого не сделали. Ну, давайте честно признаемся, вы еще это не сделали. А вот когда сделаете, потом давайте вопросы, если что-то не поменяется. Хотя такого, ну, просто быть не может. Чтоб мужчина мне отвечал сразу, раньше он это делал моментально, а теперь он занят. А что вы при этом чувствуете? Ну, что? Во-первых, вы для себя заняты. А во-вторых, что вы чувствуете? Спасибо за твои суперские эфиры. Про чувства и чувства нет. Много осознала. Класс. Ну, нам еще осознавать. Я мозгами понимаю, он женат. Значит, зеркалит не свободу мою. Нет, что вы при этом чувствуете. Ну, женат он. И что я чувствую? Какие чувства? Блин, да я что, недостойна, что ли? Я тоже хочу. Я недостойна, чувства. Это пример. Что скажешь по поводу переходов нашей планеты в 5? Да я ничего не скажу вообще без понятия. Много вибраций? Или это иллюзия очередная? Я не знаю. Я просто знаю, что в моем мире полный переход вообще всего. Это в моем мире. Потому что этот переход я творю осознанно в своем мире. И все люди, которые наделены моими чувствами, все, кто меня окружает, всех, кого я в прямом эфире читаю, они этот переход почувствуют. Потому что это мое. Это в моем мире происходит. А что у вас там? Не знаю. Подскажи, что нужно трансформировать в себе? Я не могу пройти мимо бездомных кошек. Хочется их накормить. А что ты чувствуешь? Катрина при этом. Жалость к кошечкам. Но это жалость внутри твоего тела. Ты испытываешь жалость к себе. Ты наделила этих кошечек то, что ты не можешь в себе разглядеть. Тебе их жалко. Вот эта вот жалость к себе, она должна понаблюдаться от тобой. Почему ты так жалко выглядишь и чувствуешь себя жалкой? Чувствуешь ты не по отношению к кошечкам, а не так. Персонажи нейтральные. Чувствуешь жалость к себе. Что ты такая бедненькая, несчастненькая, голодненькая. Это ты этих кошечек наделила бедненькими, несчастненькими и голодненькими. Они из-за тебя страдают. Потому что ты это в себе не видишь. И пытаешься наделить этими чувствами действительно бедненьких несчастных Микки Маусов, которых назвала кошечками. И вот они теперь страдают из-за тебя. Но страдаешь, это ты страдаешь, не кошечки. Да, внимания тоже хочется, наверное. Спасибо и подавленность. Там еще много чувств. Нелли, как только наблюдаю себе ресурсов, сразу бегом к тебе на курс. Вот прям люблю тебя, хотя близко и не знаю. Давайте, я жду. Конечно, с радостью. Ой, я в прошлый раз спросила про отсутствие зуба. Не поняла ответ. Все же хочу просто, хочу красивый рот. И хорошее переваривание. И о, класс. Я подавляла себе десяток лет. Спасибо. Буду наблюдать. Класс. Я поняла, пробую. Я ментально бегаю с 98-го года. Наверное, поэтому нет проблем с весом и фигурой. А, ментально бегаешь? Прикольно. Я еще в иллюзиях не бегала. Надо попробовать. Просто генетика у меня такая. Сестра, мама, папа, гончая порода. Видите, вы наделили себя гончей породой, что вам просто можно закрытыми глазами побегать, и все, и вы в форме. Тоже классно. Мы так и творим, на самом деле, своими чувствами. Ментально это представить просто. Включить свою фантазию. Закрыть глаза и прожить это чувство. Прочувствовать. Как визуализация. А чем заниматься посоветуешь? Заниматься в эти дни. Когда наблюдаешь за собой, чтобы не рассеивать внимание. А ничем. Просто когда ты наблюдаешь, делай все, что придет в голову. Не надо строить план. Чем мне заняться? По импульсу. Про котов классно. Бездома, бездомная. Я вне дома. А дом это наше тело. У меня были прямые волосы. Всегда хотела волнистых. Уже лет восемь у меня волосы моей мечты. Локоны, свои, кайфушки. Не нафиячила. Классно. Блин, давайте мне нафиячим длинные волосы. Заново. Наблюдаем, наблюдаем. Я еще уход вот этот, который муж в Испании взял, начала делать. Помните, мне муж недавно отрезал волосы? Ну, вообще вот так вот было. Я вот пару раз сделала вот этот уход. У меня еще 4 коробки осталось на продажу. Нигде в продаже нету, блин. Как? Ну, я, может быть, наделила этот уход, что вот кто берет, волосы просто вот так вырастают быстро. Чего я вообще начала гореть? Блин, череню какую-то. Короче, я наблюдаю, как у меня быстро растут волосы. И все. Прям чувствую, как они растут. Кстати, однажды во сне качала попу и проснулась с боли в мышцах попы. Прикольно. Сон – это такая же реальность, и там мы живем только без рамок в голове. Это очень круто. Вот эта вот реальность, которую мы наблюдаем, якобы реальными, она ничем не отличается от сна. Она такая же иллюзия. И такая же иллюзия. Так, прямой эфир у меня скоро закончится. Давайте тогда я с вами прощаюсь. Наболталась с вами очень позитивненько. Не испытывала супер каких-то эмоций. Не хотелось ни зелиться, ни плакать. Вот такое-то мне сейчас состояние умиротворения, как вы вначале писали, да? Мне сегодня спокойствие, тишина, хорошо. Это вы меня прям отражаете. Я прям читала из себя, чувствовала. Мне так с вами сейчас прям кайково стало. Ладно, давайте последний вопрос. У меня так все забавно. Есть три поклонника, которые очень хотят со мной быть. Это вы очень хотите с собой быть. Но у всех какие-то левые причины, чтобы не прижать. Конечно, вы же их отмораживаете специально, чтобы, блин, эти чувства, которые вы к ним испытываете в себе сначала разглядеть. Я сама не хочу быть с собой. Да, и в конце же сами и дописали. Все правильно, так и есть. Ой, ну давайте, ладно, еще последний вопрос. У меня всегда быстро растут волосы. Я всегда это знала. У меня всегда так было. У меня всегда так было. Самое классное, что в этой точке здесь и сейчас мы творим прошлое. И все воспоминания мы подтягиваем из будущего в точку конца сейчас. Прикиньте, не из прошлого в сейчас, а из будущего в сейчас. То есть прошлое, оно в будущем. Вы всегда в точке сейчас творите. И прошлое, и будущее. То есть оно вот так вот идет. Прошлое, будущее, а вот вы. Поэтому у меня всегда так было. Это, в общем, крутые слова. Мне вчера снилось, что всем ставят прививки от вируса. А я отказывалась. Примите вирус, да уже примите его. И прививки от него примите. Осознайте. Вирус это всего лишь разрушение. Не то, что разрушение системы, хотела сказать. Вирус это всего лишь движение, которое может разрушить систему. Я отказываюсь. Может быть, ваша система не такая классная, ей надо сбой дать, чтобы начать сомневаться и выстроить новую какую-то систему. Или вообще жить бессистемно. Какие-то чувства подавляете, что вот нет, я держусь за свою системную жизнь. Вот я привык, что прошлое течет в будущее, что есть время. Вот у меня есть определенная система. У меня есть время, годы моей жизни. Мне вот столько лет жить столько надо. Отжила я столько, мама меня родила столько лет назад. То есть у вас есть система. И вы чувствуете, что, блин, эту систему сами начинаете уже рушить, перестраивать свой мозг. Но не разрешаете. Вот ваши чувства как бы во сне и проявились. Начните еще сны свои расшифровывать. Это вообще круто. Благодарю за твой тепло. Спасибо. Или спасибо за эфир. Пожалуйста, эти тоже трачу волосы. Нагадаю. Хотя, вы знаете, может быть, даже я сейчас мужа попрошу, чтобы он мне еще сзади, короче, подстриг под углом. Мне реальность поменялась мгновенно. Как только я приняла то, что, блин, и да, я хочу такие волосы, я уже их не хочу. Стол, пятница на неделе. Нелли, ты меня сегодня вдохновила на новый рифм. Почитаешь? Благодарю. Давай, конечно, стих. Пиши, отмечай. Я репостную, мы все почитаем. Спасибо за эфир. Пожалуйста. К маленькому ребенку мама сама прописывает его жизнь до какого возраста? Источки здесь сейчас прописывает. Без разницы до какого из какого. Мы наделяем своими чувствами нейтральные персонажи в нашей жизни, которых на самом деле не существует. Это иллюзия. Ну, как бы, пока не хочется в эту игру многим играть и понять до конца, почему это иллюзия. Хрен с ним. Принимаем, что ездить. Благодарю за эфир. Не пропадай. Да нет, я с прямыми эфирами даже прощаться не буду. С какого возраста мы творцы? С точки здесь и сейчас. Мы не рождались. Мама появилась после того, как появились мы, а не до нас. Роды – это только наши воспоминания, которые здесь сейчас у нас. И то мы не помним, как мы рожались. Это мы, по словам персонажей, которые нам рассказывают, это типа помним. Воспоминания рождаются из точки здесь и сейчас. Вот тут. И вот это прошлое мы качаем. Вот это прошлое, да. Мы качаем из будущего воспоминания. И есть еще будущее, куда мы еще никогда не придем на самом деле, потому что его бесконечно так же множество, и мы себе можем придумывать любые будущие. Любые будущие. И так же прошлое меняется без конца, но мы их подтягиваем из будущего. У нас всегда только сейчас есть. И мы сейчас проживаем все варианты событий. И рождение, и младенца, и старушечки. И тысячелетнего человека, и тот, кто бесконечно живет. Мы сейчас все варианты проживаем. Вопрос, что вы выбираете в данный момент, что вы хотите проживать. Вот ваша душа сейчас хочет проживать, осознанно чувствуя вот именно такую какую-то картинку. Но вы тут же переключаетесь в другую картинку и не помните предыдущую. И это нормально. Ну, как бы так. Так пока должно. Но скоро будет по-другому. Все. Спасибо. Загрузила вас под концовочку. Мне минута осталась. Видела фразу, что ты мне сделаешь, а я в другой системе ценностей. Я вспомнила. Я договорила, что сейчас буду сеанс движения сердца делать. И ушла на час. Короче, пошла делать. Все. Ухожу. Пересмотрела последний эфир раза четыре. Только сейчас дошло. Подобное притягивает подобное. Не дошло. Что чувствует, то и притягивает. Нет, не дошло. Вы просто наделяете своими чувствами пустые сосуды. Нейтральные. Вы не притягиваете, вы их наделяете. Все. Ладно, пока. Продолжение следует.